Дорогие друзья, всем привет, добро пожаловать в новое видео, и сегодня у нас на разборе очень интересная партия между Магнусом Карлсоном и Дин Леженем, новым чемпионом мира, 17-м, определившимся совсем недавно. Очень многие говорят, что Дин Леженем чемпион не настоящий, липовый, потому что есть Магнус Карлсон, и Магнус Карлсон недостижимая величина ни для кого, а Дин Леженем это просто чемпион среди остальных, и как бы титул тоже считается не настоящим. Тем не менее, Магнус Карлсон отказался от титула, и да, Магнус возможно, ну невозможно, а скорее точно сильнее в целом как игрок, но не стоит забывать, что Дин Леженем в своей карьере очень часто показывал феноменальные результаты именно против Магнуса Карлсона. Например, в одном из турниров в 2019 году Дин Леженем обыграл Магнуса в матче на тайбрейке, тоже очень классно тогда сыграл, и вообще Дин Леженем говорил, что образца 2019 года он играл сильнее, чем сейчас. Может быть, коронавирус на него так сильно повлиял, и то, что практики не было, может быть, он переболел и чувствовал себя не очень хорошо. Что-то, в общем, с ним случилось, и сейчас он играет слабее, чем раньше. Тем не менее, Дин Леженем очень сильный позиционный игрок, и сегодня мы с вами посмотрим классную партию как раз с 2019 года из Блиц-турнира с контролем 5 плюс 2, в котором Дин Леженем нашел шикарную позиционную идею, по сути, демонстрирующую, какой он сильный позиционный игрок. Итак, поехали! Дорогие друзья, можете, кстати, в этой же партии попробовать проверить себя. Нашли бы вы идею Дина, и сыграли бы вы так же, как он, или нет, здесь именно стратегия. Тут будет меньше тактики, но будет классный позиционный стратегический прием. Итак, партия началась ходами Е4, Е5, и мы зашли в испанскую партию после хода слон А5, А6, слон А4, конь Ф6, рокировка, слон Е7, и отложенный, разменный вариант испанской партии, слон С6, ДС. Есть такой вариант, вполне себе играбельный. Д3, особенно для блица он вообще хорошо подойдет, конь Д2, рокировка, А4, А4 уже редкий ход, чаще тут все-таки конь С4 ходили, но Магнус решил сыграть А4, А5 и Б3. Просто строить такую структурку, без двух слонов, конечно же, ему выгодно держать позицию закрытой. Ф6 играет Динрежень, и ход Ф6, он укрепляет черные поля, но ослабляет белые поля. И сразу же полем Ф5 Магнус Карлсон пользуется и переходит туда конем. Конь А4, и конь идет на Ф5. Конь С5, конь Ф5, если бить коня на Ф5, то белые заберут ЕФ, и освободится поле Е4 для их коня. Я думаю, Динрежень пока этого не хотел, он просто пошел конь Е6. Слон на Е7 все равно не очень-то ценный, поэтому отдать его никаких проблем черные не испытывают. Конь С4, Б6, конь бьет Е7, ферзь бьет Е7, конь Е3, второй конь переходит на Ф5 теперь у Магнуса. И Динрежень играет Ж6, чтобы не пустить туда коня. После чего слон Б2, С5, и мы видим, что черные укрепляют свою позицию по черным полям. Все пешки практически стоят по черным полям. Это направлено на ограничение белого слона на Б2 и для освобождения полей для своего белопольного слона. Ферзь Д2 здесь играет Магнус, слон Б7, ладья А на Е1, ладья А на Д8, белые играют Ф3, укрепляя пешку Е4, потому что она подвисала здесь на связке, черные хотят ее съесть. И Магнус играет Ф3, укрепляя ее. И в этой позиции, дорогие друзья, очень интересно. Динрежень потратил практически минуту времени, для Блиц партии это очень много, и пришел к очень здоровскому решению, которое в итоге помогло ему выиграть партию, можно сказать. Можете поставить видео на паузу и подумать о стратегических идеях, что бы вы сейчас делали, играли бы вы черными фигурами. Вот какой план у вас был бы долгосрочный, краткосрочный на ближайшие пару ходов, может быть какую-то тактику вы здесь даже видите, что бы вы делали, дорогие друзья. А мы с вами посмотрим, что сделал Динрежень. Итак, Динрежень делает, ну, один из сильнейших ходов в этой позиции. Нельзя сказать, что прям единственный ход, потому что здесь несколько ходов дают примерно одинаковую оценку, но сделал один из сильнейших ходов, и это ход король f7. Этому ходу нужно ставить два восклицательных знака. Не потому, что он намного сильнее, чем другие, но потому, что за ним скрывается ясная идея. Идея это перевод короля на ферзевый фланг. То есть Динр пошел король f7, король e8, король d7, король c8. Теперь вопрос. Почему, как вы считаете, перевод короля имеет место быть? Почему король на ферзевом фланге будет лучше стоять, чем на королевском? Ответ. На королевском фланге в целом пешечная структура более ослаблена, чем на ферзевом. На ферзевом фланге у черных идеальная структура, чтобы прикрыть короля. Вообще, какая-то структура по типу король c8, слон c6, король b7. Вот чего-то такого хочет достичь Динр и Жень, именно чтобы король на b7 был прикрыт пешками со всех сторон. Пешка c скрывает нас по 7-му ряду, пешка b закрывает нас по линии b, ну и пешки a и c тоже помогают, чтобы не было никаких пешечных прорывов здесь. Поэтому Динр и Жень хочет перевести короля на b7 куда-то на ферзевый фланг, чтобы король был в безопасности. А на g8 король стоит не так хорошо, самое главное, что у нас не получится надвигать эти пешки, пока король стоит на g8, потому что мы откроем своего же короля. А белый король находится на королевском фланге, поэтому мы хотим атаковать его этими пешками. Поэтому Динр и Жень играет король f7, ферзев 2, король e8 и король переходит на d7. Отличный маневр, шикарная идея. И теперь, если белые ничего не будут делать, ну там просто можно стоять на месте как-то белому ферзю, то черные переведут короля сюда и начнут напрыгивать конем, пойдут h5, где-то g5, h4, ладью на g8 и начнут накатывать. И у черных уже большой перевес. Поэтому Магнус понял здесь, что Динр и Жень гениальный позиционный шахматист и решил вскрыть позицию динамически. В принципе идея хорошая у Магнуса, то есть отличный план, он играет f4. Особенно для блиц партии, такое вскрытие позиции, это очень даже интересно. С Дингом именно в динамике нужно искать шансы. Но в этой партии, друзья, Динр и Жень разобрался с Магнусом, даже в динамике. Он пошел, конь f4 и ладья f4, следует жертва качества, ef, конь g4. Теперь подвисает пешка на f6. Динр и Жень играет g5, ферзь h6 здесь сыграно и тут Динр и Жень играет ферзь e6. Ну, судя по компьютеру, не очень точный ход. По-человечески ход неплохой, но судя по компьютеру, нужно было оставить пешку f6 погибать, как это сделал Динр и Жень. Но иным способом. Надо было играть вот такой феноменальный ход c4. И идея как раз вскрыть диагональ для ферзя, чтобы ферзь мог выйти либо на c5, либо на b4. Например, если bc, то ферзь b4 очень сильно, нападая на слона и на пешку. Ну, а если dc, то можно даже завершить маневр короля. И если белые тут бьют пешку, то где-то тут ферзь c5, ладья d2, черные уже начинают перехватывать инициативу конкретно. Поэтому ход c4 был очень сильный, но как раз в динамике иногда Динр и Жень не замечают самые сильные решения. Вот позиционно он играет очень круто. И он здесь сделал более такой солидный ход ферзь e6. После чего Магнус играл конь f6, король c8 и тут, можно сказать, решающая ошибка Магнуса. Он пошел ферзь b4 g5. Это абсолютно, абсолютно человеческий ход, абсолютно естественный, выглядит сильно. Но на самом деле после этого Динр смог даже динамическую идею поднять. Правильный ход за белых здесь был ладья f1. Выглядит странно, но почему ладья f1? Как раз таки потому, что после хода ферзь b4 g5 в партии Динр и Жень нашел блистательный ход f3. Тоже замечательный ход. Именно подкруточка, динамическая подкрутка. Ну, конечно же, на ход gf последует ладья g8 с выигрышем ферзя по линии g. Взяли-взяли и ферзь теряется. Поэтому gf ходить нельзя. А если gf ходить нельзя, то Динр хочет либо fg пробить, либо ладья g8 все равно сыграть и белый король вскрывается. Вот так, друзья, видите, маневр короля увенчался успехом, потому что король перебежал безопасно на ферзьевый фланг. И теперь белого короля на королевском фланге можно спокойно атаковать. Белые сыграли в партии ладья f1 уже теперь, но уже поздно. Ладья g8, конь g8, ладья g8. Здесь, судя по всему, самый точный ход был ферзь f6 за белых, чтобы после ферзь f6, слон f6, ну, тут еще как-то держаться, форсировать размен ферзей таким образом. Но все равно, я думаю, у черных шикарные шансы на победу после ладья c2 и в этой позиции какой-нибудь ход, типа слон a6 или ладья d2, а потом слон a6 давить на пешку d3. Грозит еще ладья d3, потому что ладья d3 будет слон e4. То есть надо ходить король g1, потом слон a6, и уже подвисает эта пешка. Ну, я думаю, позиция просто проиграна. Но шансы какие-то еще есть. Вот, но Магнус пошел в партии ферзь e5. Этот ход оказался слабее, и теперь Дин Лежень выигрывает сразу. Ладья g2, ферзь g6. Здесь грозят всякие отскоки ладьи, ну, даже ладья c2, и потом ферзь g2 мат. Поэтому у Магнуса играет h4, пока что слон c6, ферзь f4. Пытается держаться из последних сил. Динк играет ладья c2. Ладья g1, защищаясь от мата на g2. Все равно ладья g2 здесь. Ну, и у Магнуса никаких шансов. Ладья висит. Маты со всех сторон. И на ферзь e3 следует ферзь g3 с неизбежными матами отсюда. И если бить, то мат. В этой позиции Магнус сдался. Вот такая партия, друзья. Эта партия, есть еще классные партии. Есть партия с жертвой ферзя классная у Динга, где как раз-таки он тоже Магнуса победил. И вот эти все партии 2019 года, когда это все происходило, все начали говорить, что действительно Дин Лежень это, ну, самый вероятный чемпион мира следующий. Ну, или, скажем так, претендент на чемпионство хотя бы. Но потом Дин Лежень провалил турнир претендентов в 2020 году и после этого так и не возвращался на свой прежний уровень. И сейчас он стал чемпионом мира внезапно, как мы все знаем. Поэтому, друзья, на самом деле Дин Лежень в 2019 году много обыгрывал Магнуса Карлсона и вообще был в топе, был вторым шахматистом мира по рейтингу. И считался следующим, ну, считался кандидатом на чемпионство. Так что Дин Лежень не липовый чемпион, он молодец, он очень сильный позиционный игрок. И будем дальше изучать творчество нового чемпиона мира. Спасибо всем, друзья, за просмотр. Всем классного настроения, оптимизма и увидимся в следующих видео.